вот такие палочки должны быть для троллинга можно даже жестче все зависимость все зависит от самой конструкции палки главное чтобы она была с чуйкой вот я прям чуть-чуть касаясь у меня уже в руку все отдает футболки одинаковичные вот бейсболки забыл вам показать бейсболки у них кстати классная бейсболка есть где написано на dragon так побольше черное вообще с прямым козырьком мне что-то порадовало всем привет друзья мои вот я наконец-таки в москве дома за время моей поездки произошло много разных событий и хороших и плохих из плохих событий это сломался у меня эхолот элемент 7 ну не то чтобы сломался наверное скорее всего он заглючил по какой же причине он глюканул у меня принудительно массу я выключил некорректно выключил эхолот и после следующего запуска эхолота эхолот перестал запускаться постоянно горит заставка элемент 7 там еще что-то показано и постоянно прокручивается 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 и он не запускается вот но я думаю что ничего страшного скорее всего надо просто залезть него вовнутрь через компьютер и там что-то как-то там как говорится перепрограммировать эхолотом целом я остался доволен эхолот бомбический большой экран удобное меню эхолот содержит в себе все что необходимо боковое сканирование 3d режим нижнее сканирование рыбопоисковая система эхолот содержит карты прорисовка карт на дисплее выводится как и скорость время зарядка аккумулятора соответственно глубина и помимо этого много разного другого эхолот может работать как с частотой 1300 так и 350 герц вообще данная машина просто ураган данный аппарат в себе содержит практически все что есть в других эхолотах более дорогих скажем так здесь только нету сенсорного управления управление эхолотом выведено на клавиши эхолот я закрепил вот таким креплением крепление борика не стало тут ничего мудрить и сверлить и в принципе данным креплением я остался доволен основная площадка крепится на двухстороннем скотче к самой лодке можно крепить ну куда угодно хоть к ящику вот я закрепил у себя прямо на крышке рундука ее двухсторонний скотч идет уже в комплекте точнее не то что даже в комплекте а он наклеен уже на саму площадку нам просто стоит только отодрать пленочку и приклеить двусторонний скотч очень мощный у крепления борика такого типа площадки крепят даже на пвх лодке на двухстороннем скотче вот и они выдерживают довольно таки внушительные скажем нагрузки да сборы разборы лодок свернули развернули причем на эти площадки крепят и стаканы куда ставятся спиннинги крепление опять же для холодов но много чего разнообразного кстати посетите сайт борики и посмотрите что у них есть на самом деле много чего интересного вы можете найти для своей лодки множество разных креплений переходничков из разнообразных переходников можно собрать все что угодно это как конструктор то есть люди собирают даже и тенты крыши какие-то тарги вот лестницы короче не буду вам сильно забивать голову зайдете сами все посмотрите почитаете там изучите если вам это интересно так вот закрепил я свой эхолот довольно таки тяжелый эхолотище на данную систему креплений очень доволен поеду я его перегружать перепрошивать я не знаю там что они будут делать надеюсь он не не обойдется мне в круглую сумму данный холод на сегодняшний момент кстати стоит в районе 60 тысяч это в россии да кстати своих подписчиков могу порадовать дополнительной скидкой магазине sonaros точка ру почти на всю продукцию в данном магазине вы получите дополнительные 10 процентов скидки по промокоду дивер так вот такая проблема у меня случилась с эхолотом но что поделать зато теперь буду знать что эхолот нельзя выключать при помощи выключения массы всегда нужно выходить корректно причем кстати я вам скажу такую вещь что до этого все эхолот которые у меня были скажем недорогие вот и были у моих друзей снимая клемму никакого сбоя не было на самом деле что получается то есть выключение массы это получается просто снятие клеммы а если клемма бы слетела ну по какой-то причине отсоединилась там откачки еще чего-то просто проводочек отсоединился бы тот же самый получается некорректный выход и после такого некорректного выхода эхолотом пользоваться я не смог благо я знаю хорошо ту местность эхолот мне особо не понадобился вторым плохим событием стала поломка моего автомобиля на обратной дороге по пути домой машина кстати уже начала капризничать по пути на ахтубу она как-то плохо тянула но все же тянула нажимая газ в пол машина ну скажем плоховато набирала обороты но все же ехала при этом очень сильно дымила черным дымом очень сильно у меня весь бампер практически крышка багажника вся черная ну мы туда добрались я предположил что это возможно но меньшими потерями это топливный фильтр он мне привезли его с москвы мы поменяли сергей базаровым и вроде бы как машина без прицепа поехала тяга вроде бы как появилась но когда мы вышли на трассу и поехали домой уже с прицепом сгруженным вот на полпути где-то опять ну это получается где-то больше 600 километров мы проехали да на полпути где-то машина опять начала плохо тянуть периодически загоралась значит прожиг сажевого фильтра потом он загорелся и стал моргать вот сопровождая значит еще звуковым сигналом всю эту эпопею потом значит он отключился вот я думал что может быть прожиг прошел удачно вообще как бы что-то непонятно как ну короче отключился и ладно и в итоге немного спустя загорелись чеки машина по ходу стал аварийный режим почему я предполагаю это потому что тягование вообще как бы ухудшилось вот если нажимать газ как говорится в пол и давить ну сильно на газ она вообще не едет просто то есть до 2000 добирает обороты и сбрасывает не дает что-то машине ехать но если плавно нажимать на газ если плавно нажимать на газ то в принципе машина потихоньку потихоньку обороты набирает еще может быть качками вот так и машина принципе ей таким образом я до 110 машину разгонял таким образом ехал под горку машина замечательно бежит в горку машина даже плавно нажимая еще как-то с трудом подымалась то есть как бы довольно таки проблематично подымалась в горке при всем при этом на холостых машина работает идеально заводится идеально не троит ничего там она как бы вот все идеально работает причем когда скорость набираешь и идешь уже как бы ну то есть уже набрал то есть первоначальный старт довольно таки тяжело и дается скажем так а когда ты уже набрал скорость и вот это вот просто поддерживаешь ее чуть-чуть нажимает прям буквально на газ да то есть регулируя то машина принципе идет плавно нормально не дергается ничего как бы все идеально ладно короче объяснять это довольно-таки мне тяжело я не шарю вообще в автомобилях в электрике и во всей этой конетели вот поэтому завтра я поеду наверное поставлю на диагностику и надеюсь мне обойдет все это малой кровью не сильно ударит по карману ну а теперь друзья мои хорошая новость я буквально чуть-чуть не успел получить посылку перед отъездом а так бы все это вы увидели допустим уже в июльской поездки вот мне буквально я буквально на два дня уехал раньше чем посылка пришла компания dragon мне прислала обалденнейшую посылку здоровую бандеролищу который сейчас хочу я вам с вами поделиться почему же я решил сделать такое такой обзор такое видео и показать вам поделиться тем что мне прислали обычно я никакие эти распаковки коробок не делаю я всегда смотря какие-то ролики когда люди то начинают распаковывать что-то доставать с детьми вот это что-то но я на самом деле не совсем это понимал никогда это не смотрел мне это не интересно решил я это сделать потому что я реально очень получив эту посылку сейчас приедет домой да как бы вот я вернулся домой я был очень сильно впечатлен тем что прислала компания dragon мне вот я посылку на самом деле это очень ждал как только я приехал домой сразу короче побежал смотреть свою посылку прича заяц потому что жена у меня встречала эту посылку там платил за нее получал ее вот и в заяц где моя посылка что мне прислали вот и полез смотреть я значит у компании dragon попросил значит палочки во первых предыстория почему же компания dragon прислала мне эту посылку купили они меня или не купили они меня никто меня не покупал на выставке 2019 года на рыболовной выставке 2019 года на стенде dragon на стенде компании dragon я познакомился замечательным человеком оказалось оказалось так что данный человек оказывается наблюдая за моим творчеством смотрит мои видео значит подписан на мой канал и ему мое творчество то что я делаю оказывается нравится мы с ним довольно таки долго общались он мне значит показал продукцию компании dragon рассказал о ней вот рассказал какие планы у них на российский рынок компания dragon на самом деле очень давно существует у меня кстати есть один спиннинг четырехчастник карповый спиннинг ему уже наверное лет так ну не соврать бы наверное 10 или 15 то есть смысл то что компания dragon на рынке очень давно это польская компания которая довольно таки неплохо скажем и уверенно стоит на европейском рынке и сейчас 2019 году они решили ну-ка скажем так войти на российский рынок и показать нам свою продукцию и надеются на то что эта продукция ну россиянам понравится скажем так ладно все это прелюдия я хотел просто игру вам реально показать небольшую эту посылочку которую прислал мне вадим сейчас посмотрим что там есть джерси 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 какие-то сумки сумки катушка 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 джерси 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 д Наверное, до катушки. Футболки. Одинаковые, что ли? У них есть, кстати, офигеннейшие футболки с самым, щукой и с кем-то еще. По-моему, с окунем. Это окунь. Фу. Или не окунь? Ой, они разные. А я думал, одинаковые. По-моему, мне идет. Мне нравится. Нет, на самом деле, драгоновские футболки вообще бомбические. Я их видел на выставке. У меня есть еще одна футболка с самым и с щукой. Вот, щукой, тоже скелетом таким. Вот, очень классно. Так, ладно. Теперь у меня есть что одеть на себя. Голый торс. Хотя жарко нет, все-таки сниму. Я красивый. Короче, в Москве жара, духота, поэтому прошу прощения. Кондиционер у меня в той комнате. В той комнате сейчас сын, жена смотрит телевизор, отдыхает. И не буду я их беспокоить. А я вам буду показывать дальше свои подарки. Так. Вот такой вот джерси. Именное, кстати. Прошу заметить. Именное. Вадим сделал мне именное джерси от компании Dragon. Сзади тоже. Вообще, я вам скажу, быть блогером очень выгодно. Хорошим быть блогером. Так. Вот. Точнее, честным быть блогером. Вот такой вот джерси. По-моему, не идет. Кстати, есть замечательная компания, которая делает джерси, толстовки, футболки, штаны. Как на заказ с вашей тематикой, так и по их лекалам. По их, ну, каким-то уже, скажем так, готовым рисункам. Зовем это так. Ссылку я, кстати, тоже оставлю под видео. Качество джерси там тоже офигеннейшее. Это, кстати, мне тоже очень нравится. Вадим, ты попал в размер. Короче, вот такая чудесная штукенция. Кстати, в ней, вот в ней сейчас, мне реально не жарко по отношению к футболке. Так, ладно, остаюсь в ней. Так, дальше еще. Шапка. Шапка, друзья мои. Дальше шапка. А давайте я вам, кстати, вот уже... Качество приятное. Можно просто на шее носить, как шарфик. Можно носить... Таким вот образом. А можно использовать, как бандану. Вот так. Завязывать можно по-разнообразному. Где еще одна? Где-то еще одна. Вот она. Ой, вот это вообще бомбическая вещь. Блин, это вообще... Плохо мне видно себя. Вот так вот. Дальше шапка. О, какой косячок. А что это она? Тут красная, тут не красная. Надо как-то... Ой, а что она так подворачивается, что ли? Ой. Шапкой накосячили, походу. Поляки. Надо выравнивать. Это гимор. Так никто на рыбалке не будет заниматься этим. То есть, если просто тут ее одеть, она как-то неравномерна... Да? Каемка неравномерна. Причем вот эта. Шапка... Вроде бы неплохая, но... С каемкой что-то поляки накосячили. Она, короче... Каемка... О, как-то она подворачивается неровно. Здесь ее нет, или она опять есть. Наверное, можно как-то отгладить. Не люблю я неровности всякие. Чего дальше? Так... Чего там дальше? Дальше перчи. Перчи. Перчи, 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 перчи. Перчи от компании Draten. Кстати, под джерси подходит. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, вполне, в принципе, зачетно. Это, по ходу, лето, весна. Тоненькие перчатки. Довольно-таки качественные, смотрю, сделаны. Так, перчи зачетные. Причем они идут в таком чехольчике каком-то интересном. Чехольчик может потом пригодиться, по каким-то поводочкам. Так. А это тоже перчи, но но уже осенние. Вот здесь мне не очень нравится. Как-то шовчик не очень. Ой, друзья мои, они рвутся. Они порвались. Печалька. Нет, эти перчи носить не буду. Вадим, извини, эти перчи носить я не буду. А так вообще очень удобная липучка сделана. Она не липучка. Она, кстати, очень такая мягкая. И вот эта липучка цепляется в любом месте. Задумка очень интересная, мягкая такая, она не шершавая, а очень мягкая. Задумка очень хорошая, кстати. Очень хорошая задумка. Но здесь рвутся из-за того, что, по ходу, неопрент с кожей или кожезаменителем и состыковывается. И вот как-то это все дело рвется. Причем вот здесь вот нет. Вот шов нормальный. Здесь не рвется. А вот без шва стыки, они расползаются. Так, ладно. Перчи немножко меня расстроили. Но, как говорится, это же подарок, бесплатно. И вообще, зачем это я говорю? Плохие вещи какие-то, да? Ну, хотя... У меня все честно. Так. Замечательные резины. Цвет мне очень нравится. Белый. С темной спинкой. Рыжая такая. Вот, открою, потом... Она запечатана. Ладно, потом открою, посмотрю. Такая резинка. Это меня не удивило. Хотя, может быть... Много всяких интересных резинов. О! Это, друзья мои, стяжки. Мелочь, но приятно. На самом деле, очень нужная вещь. Стяжечки для удилищ. Или для чего-либо другого. Можно стянуть стоечки для удочки. Это, как я раньше делал по своему... Одно из первых видео, где я предлагал вам... Где я вам предлагал стягивать спиннинги резинкой из-под труселей. Ну, а здесь вот такой реальный вариант. Очень модно. Очень четко. Вадим прислал мне всего 4 штуки. Надо было с десяток. Так. Какой я скижетный. Вообще, люблю очень подарки. Очень люблю подарки. Так, плетня. 0,16. Зеленая. Люблю кислоту всякую. 0,16. Это 4 жилы. 135 метров. Не мой любимый размер. Длина размотки. Люблю от 150 и выше. Так. А что здесь я не понял? Какая она? Сколько жил? Что-то поляки ее как-то... Где край-то? Я тут ноготочки подстриг после поездки. А, во. Ну, слушайте. По качеству она вроде неплохая. На ощупь вроде бы как 4-х жильная. Но довольно-таки... Круглая. А так такая, знаете, вот на ощупь она... Как пилочка. Такая грубенькая, скажем так. Но в то же время она, да? Да плетняка плетня. Плохая плетня, наверное. Главное, насколько цвет будет выцветать или не будет выцветать. Насколько цвета хватит. А то я тут одну плетенку взял. Тоже немецкого качества. Вот. Она выцвела буквально очень быстро. Еще плетня. Возьмите. 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 Вот это, короче, на ультралайт поставлю. Ну, упаковка, кстати, такая дешманская. Вон. Цвет очень нравится. Люблю кислоту. Флюрик 0,35, 79 килограмм, 20 метров. Лучше, ладно, это резина. Что-то здесь еще. Так, вот такая резина. Много тут пачки. Лучше не нюхать. Твистеры. На Европу идет. Так, и для Лайта. Такие еще белые твистеры. Отсвечивает мне там. Ого. Белый цвет, мой любимый цвет. Лайт. Опять Лайт. Еще Лайт. Зеленая, кстати, кислота вот такая на Афтере тоже хорошо работает. И лайтовая кислотень. Что-то я забыл вам, наверное, показать. Что-то из живот крутит после арбузов, наверное. Футболки огонь. Ой, что там. Больше вот такая мне нравится. Шапку забраковал из-за неровной вот этой строчки. Во, бейсболки. Забыл вам показать. Бейсболки. У них, кстати, классная бейсболка. Есть, где написано на Dragon. Так, побольше. Черная. Ну, что, я не знаю, идет ли нет. Чу. Йоу. Everybody. Йоу-йоу. Очень круто. Очень круто. Бейсболка нравится. Так, картоночка. Бейсболочка. Чу. Вообще, с прямым козырьком мне что-то порадовало. Короче, настроение пока у меня нормальное. Углумитесь. Так. Труба. Это очень тоненькая такая трубочка. Многие называют его БАФ. БАФ это фирма, которая делает такие трубы. Они дорогущие очень. А это труба. Чуть не помер. Так. Вот. Кстати, вообще, если честно, на то и серия похожи. Люблю я трубы. Шарфики эти. Вот это вообще козырно. Так. Сумочку я ещё не показал. Такая сумочка. Драгон. Я теперь, короче, весь в Драгоне буду ходить. Тут вот такое отделение. Я, кстати, не совсем понимаю, для чего такая сумка. Я думаю, для катушки. Сейчас посмотрим. Кстати, катушка. Про гайд, если правильно я называю. CX. Так. Внутри. Только инструкция. И вот такой пакетик. А, катушка, кстати, какая-то супер облегчённая. А она вся в дырочку, пока я закручу сейчас эту. Очень стильная, кстати. Вообще, я смотрю, поляки делают довольно-таки какие-то стильные, интересные вещи. И причём опять прорезиненная шпуля. Прорезиненная. Жалко, что второй нету. То есть леска не будет скользить. То есть не надо там, допустим, пластырь подматывать какой-то. Офигенно. Ну, друзья мои, пока визуально она мне очень нравится. Ой, а фрикцион приятно идёт. То есть он, знаете, он затягивается, как будто прям подтягивается именно. Ну, вообще приятный катух. Кноп простой. Но мне очень нравится дизайн. Размер данной катушки где-то, наверное, два с половиной, три тысячи. Здесь, походу, гнездо для смазки. Пока ещё не откручивал, не разбирал. Но больше ничего не могу предположить. Скорее всего, сюда смазка идёт. Как у Шимана. Ход приятный. Люфта у ручки нет. Ну, есть как бы такое, как допустимый, скажем так. Шпуля не шатается в верхней точке, в нижней, само собой. Давайте её откроем. Посмотрим систему фрикциона. Скажу я вам так. Я рад знакомству с компанией Dragon. Вы знаете, бывает вообще как судьба. Представляете, да? Человек смотрел мои видеоролики, видео мои. По-разному их люди называют, да? Как их ещё тут называют. Хорошая катушка мне нравится. И как-то вот, наверное, души наши сошлись. И человек сделал мне вот такие подарки. Так. Смотрите, короче. Сейчас я попытаюсь её свернуть и убрать в эту свою подарочную эту. Я, кстати, давно искал вот такие всякие чехольчики под катушки. А эта, кстати, не под катушку. Она, по крайней мере, сюда не лазит. Короче, вот такая сумочка. Я не знаю, для чего её использовать. Косметичка какая-то. Ладно, я Вадима уберу, что я придурил, если-то спрошу у неё. Так, ещё, короче, вот такие сумки. Вот такие сумки. Опять здесь вот окунь, как у меня на футболке. Ручечка. О, здесь ещё что-то лежит. Так, тут ретривер. Наверное. Вот такой. И ещё ретривер. Поводки. Очень мощные поводки. Как раз под мою тему. Ах, кто бы. 60 сантиметров. 60 сантиметров. 80 сантиметров. С нагрузкой. Где нагрузка? 30 килограмм. Моя тема. Спасибо. Спасибо, Вадим. Вертлюги и застёжки. Кстати, Драгоновские застёжки необычно сделаны. Это лайтовые. Необычно сделаны застёжечки. Очень доволен. Реально очень доволен. Так, это опять флюрокарбон на 11 килограмм уже. 0,5 флюрик. Вот данным флюриком, я думаю, что можно ловить на Актуме. Теперь сама сумка. Ячейка. Две ячейки. И файлы. Друзья, для чего файлы? Ааа, это, наверное, для силикона. Я не могу понять, для чего они нужны. И маленькие. Ха, прикольно. Они отклеиваются. Я не знаю, для чего они, но... Так, ещё одна сумка. Ещё одна сумка. Так, это можно здесь, наверное, на пояс. Ручка опять. Вообще, когда вот всякие разные безделушки, то это приятно. А, здесь, смотрите, кстати, ещё... А, здесь просто системы крепления. Ой. Друзья мои, ещё ретривит. Так. Плетня. 0,35,5 метров. 0,16, 0,14. Красная и зелёная. Или жёлтая. Красная и жёлтая. Вообще, я стал сторонником каких-то вот интересных плетёнок. Они очень красиво смотрятся на катушке. С хорошим дизайном. Так. Сумка потом. Ещё лежит вот такие ножницы. Лежат. Для чего нужен ретривер? Берём ретривер. Так вот, для чего нужен ретривер? Жик, 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 жик. Для чего же нужен ретривер? Отфокусируем. Открываем. Отдеваем. Закрываем. А теперь, друзья мои, ну, к примеру, вот эта булавочка. Не хочу терять свою кофточку. Повешиваю я её вот к этой штучке. А вот так она у меня висит. Берём. Отрезаем, что надо. И она вот здесь болтается. Потом берём опять. Раз, что надо, отрезаем. Раз, запустим. Чкок, чкок, чкок. Свернули. И она опять висит. Для удобства, короче. Ретриверы, это на самом деле, очень нужная вещь. Единственное, мне больше нравится на карабинчике. Потому что не надо ничего дырявить. Очень жалко, когда портится одежда. Короче, компания Dragon я объявляю благодарность. Я теперь буду весь в Dragon. Как же теперь... Ой, смотрите. А это на магните. Прикольно. А это, друзья мои, щипчики. Это не ретривер. Так. И тут уже тоже опять файлы. Но они уже не на липучках, а сделаны вот на таких защелках. Я, если честно, реально не понимаю, для чего они нужны. Я, наверное, отстал от жизни. Все-таки я думаю, что это для силикона, наверное. Уточню, ребят. Так. Все, ничего не забыл вам показать. Забыл вам показать. Друзья мои, самое важное, забыл вам показать. Это палки от компании Dragon. Я, короче, показывал вам уже спиннинги. Это Magnum Ti от компании Dragon с тремя вершинками. Палка бюджетная, народная. Я, если честно, на такие не очень люблю ловить. Я люблю что-то более качественные какие-то вещи. Вообще и катушки, и палки. Но по чуйке я сказал, что она вполне проходит. Для людей, которые, значит, ищут бюджетные палки, она вполне, вполне подходит для нашего вида ловли. Причем она многофункциональная. Ей можно ловить и сазана, и, значит, бель какую-то даже, допустим, подлещика какого-то. У нее три вершинки. Самая маленькая, самая, ну, скажем, нежная вершинка, самая тонкая вершинка может быть использована как фидер. Вот. Вполне очень зачетный такой спиннинг. Единственное, я говорил, что минусы у него высоко посаженные кольца. Мне не нравятся такие палочки. Ну, во-первых, они смотрятся не очень, скажем так, красиво, неэстетично. А во-вторых, за них часто зацепляется плетня. Но, я говорю, палка за свои деньги вполне даже сносная. Так вот, я попросил, она единственная еще палочка, это Magnum Ti. Она немного мягковата. ну, как мягковата, она, скажем, под халки не подходит, под халкообразные приманки. То есть, под сильно упористые приманки на большом течении с этой палочкой тяжеловато. То есть, это палочка до бандосов. Вот, до бандосов. На крайняк, конечно, можно и халки халкообразные тягать приманки. Я вообще, когда говорю, что, допустим, палочка не подходит для каких-то халкообразных упористых приманок, на самом деле, я, может быть, преувеличиваю очень сильно. Потому что, наблюдая картину, как люди ловят троллингом, ну, скажем, наверное, 80%, а может, 70% людей используют джиговые палки какие-то, или, не знаю, какие-то карповые палки. Ну, короче, если брать джиговые палки, то у них не сгинаются очень сильно. И такое ощущение, что они сейчас хрустнут, наверное. Но я не знаю, это правильно или неправильно. Наверное, это все-таки, по моим мнениям, это неправильно. Кто другого мнения спорить не собираюсь и не буду ничего-либо доказывать. Мое мнение такое. Палочка для троллинга должна быть очень упругая, коллообразная, но в то же время с хорошей чуйкой. То есть, палка не должна сгинаться очень сильно. Она не должна сгинаться под воблером больше 15, скажем, ну, максимум. Скажем так, палка для троллинга под воблером не должна сильно сгинаться. Она должна уходить от своей оси, скажем, вот на столько где-то. Это максимально. И желательно, чтобы она вся полностью не гнулась. То есть, палка должна быть сверхбыстрого строя. Когда палки сильно изгибаются, палка теряет чуйку. То есть, палка теряет чуйку, при подсечке получается провал, подсечка происходит не так быстро, не так уверенно. То есть, пока, значит, палка согнется при подсечке, пройдет определенное время и, соответственно, быстрой засечки не происходит. И вообще происходит провал. То есть, вы не контролируете свою приманку, вы ее полностью не чувствуете. Вы видите игру, вы видите по кончику игру, но этого недостаточно. Вы не чувствуете прикосновение приманки, рыбы, прикосновение рыбы к приманке. Просто образно сказать так, вы просто плохо контролируете свою приманку. А жесткие палочки, они полностью передают вам, закрывая глаза, вы понимаете, что происходит на дне. Это уже, ребята, доказано, это уже передоказано. Люди, которые со мной ездят на гид-услуги, допустим, заказывая меня, друзья мои, просто люди, которые садятся ко мне, знакомые, и когда они просят палочку подержать на то, что я ловлю, попросить немного половить на нее, они просто крайне сильно удивляются вообще. И потом звонят мне или, допустим, пишут и просят подобрать им палочку для троллинга. Кстати, друзья мои, по поводу подбора палочек, смотрите внимательно мои видосы, пожалуйста. Я, конечно, готов уделять время. Вот сейчас я всем приехал, у меня очень много комментариев насыпалось за поездку на YouTube-канале. Я не могу там открывать, не могу отвечать всем очень быстро. и сейчас я буду, допустим, разбирать кучу комментариев. Спасибо вам, что вы пишете, кстати, это я ни в коем разе никого не хочу обидеть, но реально будет большая сейчас большая куча комментариев, которые надо разобрать и всем постараться грамотно, вежливо ответить. Поэтому, если уже в видео я давал ответы, просто постарайтесь вообще реально посмотреть, пересмотреть видосы, да, во-первых, это и мне будет хорошо, как бы, да, то есть, мне лишний просмотр не помешает этому видео. А во-вторых, в видео я стараюсь как раз и там про узлы рассказывать, про какими застежками я пользуюсь, потому что часто задают вопрос, какими застежками я пользуюсь. Ребят, было видео уже, это было в том году, в июньской поездке, я рассказывал про застежки, причем рассказывал в самом начале фильма, вот, про узлы, у меня несколько фильмов, как отрегулировать воблер, я даже сделал два фильма, хотя у меня за второй там некоторые комментарии были злостные, допустим, что там снимать уже нечего, допустим, ты уже второй раз делаешь похожие видео. Делаю похожие видео, повторяюсь видео для того, чтобы вот именно не задавали уже каких-то, ну скажем, глупых вопросов, не задавали повторных вопросов, поэтому я стараюсь даже в каких-то видео повторно уже что-то рассказывать, то есть, да, то есть уже, да, это было, но многие не смотрели по какой-то причине предыдущий ролик. Чтобы, кстати, не пропускать видеоролики, грамотно подписывайтесь на колокольчике, нажмите галочку и у вас появятся, значит, по бокам колокольчика такие рожечки. Сейчас я вам попытаюсь показать. Подписывайтесь. Нажимаем подписаться и написано, вы подписались. Вот теперь есть здесь колокольчик, мы нажимаем на него и теперь вы будете получать уведомления. Нажав на этот колокольчик, теперь у вас будут приходить уведомления. О выходе новых фильмов. Так, теперь, друзья мои, батарейки у меня сейчас уже сядут. Я с поездки ничего не успел зарядить, буквально реально только ворвался, как говорится, домой. Покажу вам еще одну замечательную палочку для троллинга. Визуально я ее пока подержал только в руке, как говорится, на потрях. Ненавижу ты соло. Тактильно, значит, по тактильным ощущениям палочка мне очень понравилась. Мне кажется, это будет лучше звучать, чем на потрях. Придумал в свое время какую-нибудь хиню. Палка очень звонкая, передает в руку реально очень хорошо. Прямо очень хорошо передает. Вот такие палочки должны быть для троллинга. Можно даже жестче. Все зависит от самой конструкции палки. Главное, чтобы она была с чуйкой. Вот я прям чуть-чуть касаюсь, и у меня уже в руку все отдает. Так, палка с курком. Неопреновая ручка с пробковыми вставками. Имеется петелька для застежки. Палочка называется Millennium SF. Тест палочки до 400 грамм. Длина 2,30. Все-таки аккумулятор мой сдох прервал меня. Так вот, данная палочка вполне подходит для нашего вида ловли. Посмотрим, как она покажет себя на воде и как она поведет себя под нагрузкой вообще рыбы. Кольца посажены низко. Самый первый большой кольцо очень тоже аккуратно сделано. Ручка вполне себе длинная. Такая как нам нужна. Курок маленький, аккуратный. За пальцем даже и не видно. если вы обратите внимание, то я уже говорил, что мои палочки никакого отношения к троллингу не имеют. я не знаю, что обозначает слово ковет-джик. Надо, кстати, перевести. Данные палочки к троллингу никакого отношения не имеют. Это или морские джиговые палки, или пилкерные палки, или джерковые палки. Данные палочки имеют неплохую чуйку и довольно-таки мощные. Вот на такие палочки я и ловлю. И поэтому, когда приходишь в магазин и спрашиваешь троллинговую палку, вам, как правило, дают троллинговые палки ватообразные, дубинообразные или параболикообразные палки стаканного вида троллинга. Здесь мы, когда держим спиннинг в руке, мы контролируем полностью ход приманки, прикосновение хищника к приманке. И поверьте мне, это куда правильнее, куда интереснее и кайфовее ловить именно на такие палочки. Смысл заключается, повторюсь, еще раз один. Палка должна быть с хорошей чуйкой. Палка не должна сильно сгинаться. Палка должна передавать полностью, контролировать ход нашей приманки. Вторую палочку в красивом чехле мне прислал Вадим вот такую ProGuide ProGuide X-serie длиной 2.30 2.28 с тестом 18.42 грамма. Данной палочкой я буду твичить приманки и ловить джигом. Посмотрим, что из этого получится. Я еще спрошу у Вадима ловил ли он на эту палочку. А если он посмотрит видео, я у тебя уже спрашиваю, ловил ли ты на эту палочку. Если ловил, напиши в комментариях, что ты ловил, на какие приманки ты ловил, для каких целей ты ее использовал. Довольно-таки быстрый строй. Первые три кольца высокие, а дальше пошли низенькие. Очень классный дизайн у данной палки. Такое что-то вишневое присутствует, рубиновое. опять же петелька. Стильная очень палка. Я на самом деле люблю стильные вещи. Катушка-держатель Fuji. Кольца тоже Fuji. Вот как-то так, друзья мои. Вот такую посылку, вот такую хорошую новость я получил, скажем так. Такое хорошее событие случилось в моей жизни после, скажем, двух таких негативных событий. Посылка реально не дешевая. Я очень благодарен компании Dragon за такие подарки. Вот. Причем повторюсь, я говорю, видео у меня честное всегда с воды. Если мне что-то не нравится, я об этом говорю. Скажем, как о перчах и о шапке. То же самое и о спиннингах. Если спиннинги мне понравились, я об этом буду говорить и говорить много. Если мне понравилась катушка, я буду о ней тоже говорить и говорить много. Если мне понравился эхолот, я эхолоте буду говорить. Если мне не понравился эхолот, никого обижать, скажем, нанетать обстановку, потому что сколько людей, столько и мнений. Просто молча могу промолчать. Или скажу что-то негативное, если такое есть. Если вещь мне понравилась какая-либо, скажем, как этот джерси, то я готов в этой вещи ходить и говорить о ней, и рекламировать ее. По поводу рекламы. Я считаю, что реклама присутствует везде, всегда и во всем. Что, пьем мы кофе, название кружки, это уже реклама. Пьем мы воду в кадре, это уже реклама. Поэтому тут, если цепляться к этим словам, реклама, то тогда можно просто застрелиться. Поэтому что-то сейчас мне стали друзья, скажем так, с кем-то, да, оказывается, жизнь переплелась так, что они работают в определенных компаниях, рыболондах и присылают мне, скажем, подарки. На тест люди присылают мне. Знакомимся на выставках, как вот с компанией Dragon, и присылают мне подарки. Но у меня одно всегда условие, условие такое. Я говорю только правду. То есть я не буду петь и рекламировать о вещах, заливать кому-то что-то в уши, вешать лапшу на уши. То есть буду ловить, как себя эта вещь покажет. Я об этом так и скажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова